Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, ночь на дворе, как говорится, но мне не терпится. Дело в том, что я вчера вечером уже, вчера поздно почта пришла, получил посылочку, которую я ждал. Два слова об этой посылочке. В общем, я... Знаете, я с чего начну? Существует очень интересный такой бизнес в Америке, да? Вот, например, у человека некуда складывать уже вещи дома, да? И он бронирует себе как бы место, да? Склад. Вот, ну, такая комнатка. Стоит это недорого. Вот, и туда можно сложить те вещи, которые вот сейчас не нужны, но выбросить рука не поднимается, да? И вот туда, значит, сносят всё вот это дело. Это у меня ножик в руке. Сейчас поймёте. Вот, и, значит, некоторые вот занимаются таким бизнесом. Вот, когда этот склад, допустим, ну, занял человек, да, платит за него, а потом прекращает платить. Ну, например, умер. Вот, и наследников нет никого. Человек одинокий. И этот склад потом продаётся с аукциона. Люди ходят. Ну, вот, если кто-то смотрел фильм элементарно, там есть такой момент. Вот, люди ходят, там, ну, несколько, 7, 8, 10, 15 человек. И вот открывают, значит, ага, вот этот. Почём вы купите? И вот начинают, там, допустим, 100 рублей, ну, долларов, 150, 200, там, и так далее. Ну, и вот покупают вот этот вот склад. И вот один мужик купил такой склад и обнаружил там некоторую вещь, да? Ну, называется эта вещь «Реалистик про 2021-200 каналов сканер». «Брокон антенна», там ещё антенна была сломана. Интересно, он её положил сюда или нет? Это я смотрю, у меня посылочка эта лежит. И вот он решил её, ну, что-то там ещё было, и вот был вот такой приёмник. Почему он написал, что, видимо, этот человек курящий был, ну, который содержал этот склад, да? Вот. И он этот, значит, ну, эти вот вещи, видимо, он что-то себе взял, что-то распродаёт, ну, чтобы скомпенсировать то, что он заплатил, там, понять с ними, сколько он заплатил. Но он это всё описывает. И вот он, а я как раз искал сканер, да, подешевле, просто попробовать, ребят. Я таких вещей никогда не видел. Что такое сканер? Это УКВ приёмник, да, который сканирует частоты, например, полиция. Опять же, вы элементарно, вы могли это видеть, Холмс всё время этим занимается. И, кстати, это меня и соблазнило. Вот, значит, полиция, пожарная, скорая помощь, просто какие-то переговоры, да. Самые современные могут даже ловить, это самое, ну, селфон, да, связь, там, соседи, например, переговариваются, и всё там есть, не зашифрованные даже. Вот. Сейчас это всё меньше и меньше, потому что все переходят на компьютеры. Вот у нас тут полиция, когда проезжает пару раз в день, у него там компьютер стоит перед ним. Ну, может быть, кто-то ещё пользуется телефонной связью, да. Вот. И я решил такой сканер купить, посмотреть просто, что это такое. Видимо, человек очень далёк от этого, он говорит, что я его включил, он работает, и всё. Как он работает? Что? Ну, там антенна нужна специальная, да. И вот я у него купил, причём купил за совершенно смешные деньги. Вот. Он его продаёт за 10 долларов 79 центов. Ну, он старенький вообще-то, да. Так, я сейчас посмотрю, сколько ещё там. По-моему, долларов 12, что ли. Ордер, ордер. Ну-ка, никак не могу найти. Та-та-та-та-та-та-та, вьювселлер, всё. Ну, неважно. Я помню, где-то... А, вот, всё вместе я заплатил 23 доллара 9 центов. Это значит, минус 10.79, ну, это значит, 12 там с чем-то долларов за пересылку, да. И вот он, вот эта коробка, да, всё в ебэ. И, конечно, на ебэ я купил. Вот сейчас я её попытаюсь вскрыть. Вот, с какой здесь стороны-то, господи. Где он открывается? Ну, с обратной, что ли, стороны. А, вот отсюда, да. Сейчас. Вы не видите, ну, неважно. Ребята, при вас вскрывают, да. Ну, я честный человек. И специально вчера не стал вскрывать, потому что мне уже спать хотелось. Я говорю, вечером поздно пришло. Не вижу нифига. Давайте я пока выключу, а потом вскрою и вам покажу. Так, это я опять. Ну, вот, вот коробка, да. Вот она, эта коробка. И что здесь, будем доставать по очереди. Ну, это просто картонка. Это вот такие вкладывают, чтобы, ну, можно было, это воздушные просто, да. Так, здесь вот, о, отдельная какая-то коробочка. Это что здесь такое? Сейчас будет порошок какой-нибудь, да. Помните, как рассылали порошок? Так. Да. Сейчас. А, это та самая антенна, вот, кусочек обломанный. Да, Господь с ней, у меня полно таких. Если нужно будет, вставлю. Вот. Смотри, отдельно, отдельно запаковал кусочек антенны. Хе-хе-хе-хе-хе. Она мне все равно не нужна, у меня наружная. Во. Во. Больше здесь ничего нет. Сейчас я это отложу. Пока что. Чтоб собаки не унесли. Так, ребят, опять выключаюсь. Буду, потому что он здесь так запаян весь за это самое. Ну, чтобы время терять вам. Так, еще одно последнее сказание. И летопись окончится моя. Вот я ее вот так вот открыл. Во. Вот такой. Смотрите, у нее морда какая интересная, приплюснутая, да? Вот здесь антенна, та самая обломанная, да? Хе-хе-хе. Ну, я говорю, я другую поставлю. Здесь вот есть вход, причем вход какой-то дикий. Я таких разъемов не видел. И антенны. Давайте его включим. Сейчас. Маленький, я думаю, он побольше будет. У меня тут есть. У меня розетки вообще везде, во всех местах. Ну, ты что, будешь говорить? Ну, вот что-то есть, ребята, да? Что-то он пикает вроде. А, он пошел сканировать сразу. Сразу пошел сканировать. Это вот громкость. Вот, слышите, да? Вот, а это шумоподавление. Ай. Мама родная. Это шумоподавление. Ну, это у КВШ шум, да? Ну, что он поймает? У него даже антенна не подключена. Ну, вот такая штука. Вот он уже сканировал. Значит, он работает, ребята. Как я его налажу и буду вам показывать нашу полицию, наше пожарное. И, в общем, ну, все, что поймаю. Здесь 200 каналов. Он слабенький, старенький. Но дело в том, я нашел на Ютьюбе, один парень рассказывает, как его наладить. Да? Потому что здесь, видите, сколько кнопок. Это Баян сам настоящий. Вот. Ну, все, ребята, пока. Я потом вам покажу, как он работает. Когда все подсоединю, как надо. Чао. Хоба. Это я опять никак не успокоюсь. Вот сзади, да, есть такое отделение. Вот я его открыл. Ну, так вот было закрыто. Да, я ее открыл. И здесь батарейка стоит, типа крона, да. Ну, здесь вот энергайзер 9 вольт. Который сохраняет все его настройки, понимаете. Вот. Ну, чтобы, допустим, если вынулось из сети, чтобы все не сбилось. Потому что его настраивать, это геморрой. Это вот 200 каналов. Каждый канал нужно вводить отдельно, понимаете. Ну, я введу. Вот посмотрю, если батарейка более-менее живая, вот это, да. Значит, здесь сохранились каналы. Те, которые он смотрел. А я сейчас посмотрю, откуда мужик. Хорошо бы все рядышком где-то, а. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, та-та-та-та, Пенсильвания. А, далековато. А у всех каналов все-таки чуть-чуть разнесены. Ну, ладно, перенастрою. И еще хочу сказать, где он сделан. Посмотрите, вот. Конкретно. Ну, давай, настраивайся. Made in Japan. Это... А, продукт. Product of Japan. Это сделано в Японии. Посмотрим, как японцы делают. Ну, это давнишнее. Это 70-х готов. Но должно работать. И частоты все равно остались. Ну, ладно, все. Пока-пока. Это я опять уже, наверное, надоел вам. Короче, батарейка, конечно, сдохла. Да, да. Вот. Но что интересно, вот я сказал вам, что это продукт в Japan. Продукт в Japan, конечно, но. Значит, изготовлен он радио шека. Есть такая фирма очень популярная. Значит, это Fort Worth, Техас. Сделано в Техасе. И частоты, смотрите. Значит, 30-54 МГц. Так, этот захватывает 6-метровый диапазон любительский, да. 108-136 МГц. Это все ОКВ. 138-174 МГц. Это двоечку захватывает. Если кто-то работает еще амплитудной модуляцией. Или частотной, да. Это можно будет словить. И 380-512 МГц. Ну, в общем, я одну антенну поставлю. И посмотрим, что получится. Все-все-все. Пока-пока. Доктор Влад, с вами Чао. Субтитры создавал DimaTorzok